Всем привет! Вернулись ко мне ручки с таким вот оранжевеньким дизайном. В общем, в прошлом видео на этих ручках у нас присутствовали ямки у кутикулы. Сейчас я буду снимать материал, вы все увидите. Но у нас тут образовалась новая проблема, у нас тут треснул ноготь возле кутикулы. Очень сильно болел, кровоточил. В общем, сейчас все будем чинить. Снимаю покрытие твердосплавной фрезой, синей насечкой. Снимаю очень аккуратно, стараюсь не давить на ноготь, но сами понимаете, что болит у кутикулы. Любой нажим на ноготь приводит к боли. Снимала я покрытие на этом ногте очень долго, буквально по воздуху практически, касаясь фрезой. Но ничего, я справилась. Самый главный вопрос, из-за чего такое могло произойти? Скорее всего, это могло произойти из-за удара. Вообще, я не рекомендую перенашивать покрытие на данных ногтях покрытию 5 или, по-моему, даже 6 недель. Продолжение следует... Также у нас присутствует трещина на мизинце. Как вы можете заметить, углубления у кутикулы все сросли. Значит, это было чисто механическое воздействие на зону матрикса. То есть, ну, скорее всего, клинка сама себе делала маникюр и очень неудачно прошлась кусачками или пушером. Маникюр я делаю стандартно фрезой пламя, в это раз красной насечкой. Очень аккуратно, не давлю на ноготь, чисто прохожусь по коже, приподнимаю кутикулу, вычищаю птеригий. Все как обычно. Чтобы случайно не задеть то место больное, пульсирующее, я взяла шарик маленького диаметра. Прохожусь только по коже, не задевая ноготь. А затем я прям легонечко, легонечко прохожусь шариком по верхним сдернутым чешуйкам лопнувшего ногти. Так, чтобы клиентка аж не чувствовала этого, потому что эти чешуйки нам могут помешать при покрытии. Прохожусь праймером, соответственно. Наношу тонкий слой базы, не выравнивающий, потому что здесь мы будем покрывать, покрывать, накрывать. В общем, будем укреплять ноготь полигелем. Базу нанесла, кстати, полностью на ноготь до самой кутикулы, чтобы у нас прям отлично ноготь склеился. И при отрастании трещина не шла дальше. Также полигелем мы все это дело зафиксируем. И под этим материалом ноготь не даст нам трещину дальше. Вот сказала-то. Когда делала маникюр, я достаточно глубоко, можно сказать, подлезла под кармашек кутикулы, и там было видно, что ноготь формируется целенький. Так что трещина это только то место, которое вы видите. Полигелем у меня от Бонприти, мне он понравился. Выравниваю его апельсиновой палочкой, смачиваю ее в спирте. После просушки начинаю апил исключительно только фрезой. Стараюсь максимально ровно это сделать, потому что пилкой это все будет дело неприятным. Поэтому фреза. Также я здесь наносила полигель на мизинчик, потому что у нас там была трещина по мясу. И даже не стала трогать натуральный ноготь. На остальных ногтях делаю обычное выравнивание базой. На большом ногте я также выравнила базой, чтобы у нас хорошо легло покрытие, потому что полигелем все-таки такой с крупинками идет. Мне очень нравится черный гей-лак от GD Coco. Он достаточно плотный, но не настолько плотный, чтобы не просыхать. Подвожу тонкой кисточкой к кутикуле. Можно даже сказать почти под кутикулу. В общем здесь у нас глубокое покрытие. Наношу черный гей-лак в один слой. Под кошачий глаз всегда наношу черный гей-лак в один слой. Ну и кошка от G2G. И покрываю все выравнивающим слоем топа. Практически всегда я выравниваю покрытие топом. Да, чтобы ногти были ровные. Вот что у меня в итоге получилось. Очень хорошая, красивая ногтевая пластина у клиентки. Надеюсь, что у нее все будет хорошо с ногтями. Что ничего не будет нигде трескаться. Если вам было полезно это видео, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я знаю, вы смотрите и не подписывайтесь. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok